Слава Украине! Приветствуем от Полонского! И смех, и грех, это точно из этой области. Значит, смотрите, был налет российских шахедов, сколько-то там их было, я не знаю, 60, не суть важна, да? Но качество шахедов таково сейчас, что, ну, хреновое, кажется, честно говоря. Те, которые летали по нам раньше, они были более качественными, чаще достигали цели, и уж точно не блудили. А сейчас какая-то довольно, ну, смешная, получается, другая ситуация. Два шахеда развернулась, улетела назад в Россию, ну, им, видимо, тут воздух или климат не подошел. Вот, но самая смешная ситуация была с Беларусью. Шесть шахедов взяла и тупо улетела в Беларусь, да. Часть из них там потерялась, часть из них опять на нашу территорию залетела. А один красавчик полетел в Гомель. Полетел в Гомель, вот, где, собственно говоря, был сбит доблестным белорусским ПВО. Ну, я прямо там, да, ну, вот это, это, наверное, первый раз в жизни, когда белорусское ПВО хотя бы кого-то, хоть как-то, хоть один раз сбило, да. Это, конечно, был уникальный случай, но этим же дело все не закончилось. Значит, этот шахед, его сбивает, он тупо падает на какой-то склад в Гомеле там, вот. Подпалил им крышу, ну, более каких-то разрушений не наблюдалось, кроме вот пострадавшей крыши склада какого-то. Да, но интересно здесь, друзья мои, несколько другое. Смотрите, это уже, это уже второй шахед над Беларусью, который был сбит местными ПВОшниками. Да, это надо запомнить. В то же самое время шахеды и ракеты, которые спокойно залетают на территорию Польши, либо Румынии, никто не сбивает. Ну, я не хочу сказать, что Лукашенко хороший, а там кто-то плохой. Нет, это дело не в этом, конечно же. Наверняка у Лукашенко есть, может быть, есть, может и нет, вот тут трудно сказать. Может быть, есть какие-то соглашения с Путиным, что в случае, если вот такая фигня происходит, что шахеды теряют половую ориентацию, просто ориентацию, их можно сбивать. А может и нет такого, да? Вот, но просто, скажем так, дважды сбить российские шахеды, не поморщится, это один калинкор. Дать к себе залететь уже на нацати шахедам, мы же не знаем, сколько их, ни в Румынию залетело, ни в Польшу, не знаем. И сколько они сбили на сегодняшний день? Ноль. Как-то так. Весьма это, это выглядит, ребята, ладно, скажем слабо, странно. Странно, когда к тебе на 25 километров залетает этажерка, летящая там за скоростью 100 километров в час, а ты ее не сбываешь, потому что была плохая погода. Если бы она до Варшавы долетела и шмякнулась там куда-нибудь, ей бы дальности полета хватило. Ты бы тоже сказал, что там плохая погода, еще что-то, канарейки летали, зяблики, ночные особы не дали его сбить. Погода, дождь пошел, ну да, в дождь же авиация, она-то не работает. Так, что ли, следует понимать? Вот, то есть, в интересное время живем, товарищи, да? Продолжение следует...